Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно на радио и на телевидении. В студии режиссёры Николай Слепцов Айдын и Михаил Эверстов у микрофона Любовь Петрова. 16 марта в Якутии проходит фестиваль и международная выставка лоскутного шитя «Душа России». Это один из известных и престижных фестивалей в России. С 16 по 20 марта он проходил в Намском Улусе, родине организатора выставки в Якутии Анны Николаевны Зверевой. А с 21 по 24 марта проходит в Якутске. В Центре современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина открыта выставка произведений мастеров лоскутного шитя России. И к нам приехал целый десант из 33 мастериц из 11 регионов России. Городов. Городов России. Представляю гостей студии. Это директор международного фестиваля «Душа России» в Москве Римма Быбина. Здравствуйте. Добрый день. Художник, архитектор, мастер лоскутного шитя город Москва Мария Шафрова. Здравствуйте, Мария. Организатор фестиваля и выставки «Душа России» в Якутии. Народный мастер Республики Саха-Якутия. Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Анна Зверева. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. И заместитель главы Намского Улуса Пётр Абрамов. Здравствуйте, Пётр. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нам и задать интересующие вас вопросы гостям студии. Ну, Анна Николаевна, естественно, с вас начнём, да? Как в наше... вот к вам пришла такая идея провести в Якутии такой грандиозный фестиваль и международную выставку «Душа России». Ну, идея, можно сказать, не мне принадлежит, да? Идея принадлежит, конечно, Риме. Потому что, вы знаете как, мы давно сотрудничаем. У нас есть группа «Мир женщин с севера», группа мастериц, которые считаются лучшими мастерицами на сегодня, ведущими мастерицами. Их работу представляют республики Саха-Якутия не только в России, но и за пределами зарубежных странах. Да, мы неоднократно бывали в Японии, в Англии, в Бирмингеме, ну, вообще Италии, ну, там Германия, много Франции. Поэтому, и вот Оргкомитет международного фестиваля, он дает такую возможность лучшим мастерам и лидерам региональных, ну, регионов России, да, воплотить свои идеи там, реализоваться. Вот это очень такой, ну, еще она престижная, потому что туда объединяются все лучшие мастера России. — Да, у нас больше трех тысяч участников самого фестиваля, который представляет 650 населенных пунктов страны. Маленькие города, деревни и большие города. Больше 650 населенных пунктов страны. Это говорит о том, о масштабе и увлеченности людей по всей нашей стране. — Ну да, потому что, вы знаете как, там Россия очень большая, и она многонациональная. — И она талантливая. — Да, и, естественно, да, очень много женщин, которые занимаются творчеством. И когда вот мама занимается творчеством, да, и в мире прекрасном растут и дети. Это очень такой вот, еще с другой стороны, эти женщины, они все такие хранительницы очага, все очень активные. И еще вот самое главное, да, это народная дипломатия. Когда вот народ дружит между собой, простые люди, да, тогда и дружат страны. — Ну вот, как в Намцах прошла выставка? С 16 по 20 выставка прошла в Намцах. Вот расскажите. — С 16 по 20 число у нас побывали наши гости в Намском районе. Вот организаторы фестиваля у нас не в первый раз, уже третий раз побывали. Все гости у нас побывали в селе Хатрык, это родина Максима Кириловича Амосова, возлагали цветы. Мы им показали, как проводится у нас рыбалка, зимняя рыбалка. В селе Апаны, где у нас жил и работал Илья Игоревич Винокуров, выдающий государство политический деятель, который во время войны спас народ Саха от голода до смерти. И побывали в селе Намцы, во дворце Максима Кириловича Амосова. И там мы познакомились с работами мастериц наших больших городов. И мы показали свою тоже выставку наших мастериц Намского района. — И республики. — Да, и республики. И показали, как у нас проходят обряды. Показали дом у Ланко в селе Намцы. Вот как-то так, да. — Да, и самое главное, они вот сельскохозяйственную часть, знакомство с хозяйством республики, они как раз вот осмотрели. И их очень интересовало, как наши лошади выживают на 60 градусов, да, и как они добывают себе корм. Поэтому они посмотрели, вот были хозяйства Марковых, Хатагаринском наследие. Потом, самое главное, они... Вообще, Намский у Лусь является как бы такой локальной территорией развития вот такого декоративно-прикладного искусства. Ну, все знают, это работает там Намский педагогический колледж технологии дизайна имени Ильи Горьевича Винокурова. И, в общем-то, по всей республике он предоставляет кадры. Это кузница кадров. Все мастерицы, почти, я думаю, даже 90%, они выпускники вот этого Намского педагогического колледжа. Поэтому, и что немаловажно, да, охватили прямо с малого школьного возраста, да, младшего, до преклонного возраста. Поэтому у нас многоуровневый охват был. И, да, вот мастер-классы, пожалуйста. Меня впечатлила земля Якутии. Вот стали говорить про лошадей. Это удивительные существа не только с точки зрения зоологии или познания края, но эстетически. Они очаровали просто всех. Это замечательно. Я уже сделала несколько набросков. Я думаю, какая-то работа обязательно будет символом вашего края. Вообще чудесная земля, тёплые люди. Я хочу сказать, сколько ни смотри телерепортажей, рассказов других людей, фотографий, когда видишь это своими глазами, ваша земля просто вызывает одни восторженные эмоции. Нам всем очень понравилось. Мы опнулись, на самом деле, в реальную жизнь. Понимаете, нельзя жизнь узнать народа, если ты не окунулся в неё, в глубинку. Нельзя узнать жизнь народа через стекло автобуса экскурсионного. Когда мы пожили в реальных семьях, побывали именно на сельской земле, мне кажется, увидели трудовые руки людей, которые ухаживают за животными, которые выращивают в теплицах. Огурцы зимой. Для многих, кстати, было удивительно, что свежие овощи, тюльпаны и растения очень интересные. И вот эта реальная жизнь с реальными людьми, мне кажется, она даёт самое-самое важное. Потому что народное творчество – это совсем не гламур. Это и настоящее в настоящем. То, что смогли сберечь, то, что развивают. Мне кажется, Республика Саха как раз тот идеальный, уникальный образец, как здесь поддерживают народных мастеров. И мне кажется, у вас действительно дети с колыбели впитывают вот эту мудрость народную, в первую очередь, через народное творчество. И вот группа у нас достаточно большая. Да, 33 человека, как вам удалось это всё организовать и привезти? Вы знаете, нам не было сложно, вообще не было сложно набрать эту группу. Честно скажу вам, честно, желающих было намного больше. Но мы понимали, что нам нужна такая оптимальная группа, которая бы уместилась в автобус. Вот эти были единственные рамки, которые мы... Самолёт. У нас такие автобусы нет. Самолёт, конечно. Не важно. Мы думали об их желающих. Да, вот они думали, что, между прочим, простите, да, вот это очень такой немаловажный организационный момент. Они же привыкли вот к русическим компаниям. А то, что у нас вот это, оно не развито, да, в таком засуточном положении, да, находится, да. И у нас нет свободных автобусов. Все работают. Якутский парк, все, да. И поэтому мы, знаете, как вот между ними лобби, между ними вот это всё обеспечивание. Поэтому, да, лоббировали. И у нас нет автобусов сейчас, которые вмещают 33 человека. А, значит, просто так. Потому что это летом, 47, и Карлса работает только летом. А сейчас у нас автобусы на 24 места. А мы без всяких претензий. Нам очень понравилось, что мы могли где-то на машине, на такси, как ваша семья нам всем помогала, помогала, помогает. Мне кажется, вот, знаете, у нас действительно группа уникальная. Мы, знаете, как сквозь сито отсеяли вот самых лучших, самых интересных людей, которым интересна ещё и ваша республика. Знаете, и неважно уровень там сервиса, Анна Николаевна чем-то волновалась. Мне кажется, самое главное – это вот эта вот доброжелательность, показать всё лучшее, угостить всё самым вкусным. Знаете, это вот и есть истоки гостеприимства и широты души народной. Мы её здесь почувствовали. Никто, были он, безусловно, в любой поездке, в любой организации крупного мероприятия всегда бывает трение шероховатости. Это неизбежно. И когда надо спокойно относиться, им очень спокойно к этому. Вообще какие-то стали такие спокойные, спокойные. У нас такой сумасшедший ритм жизни в городах. И тут вдруг приехали и поняли, что куда спешить, куда торопиться. Знаете, нужно время для того, чтобы осознать, как ты живёшь, кто твои предки, ради чего ты живёшь, и что ты после себя оставишь, какой след ты оставишь. Вот, кстати, когда мы говорим о народном искусстве, и, кстати, когда говорим именно о лоскутном шитии, и то, что мы создаём, мастера называют нетленки. Почему? Потому что никогда ни у кого не поднимется рука выкинуть произведение, которое сделала бабушка, мама. Это на самом деле реликвия такая семейная. Кому-то удаётся, каким-то музеям удаётся эти работы ещё в свои фонды взять, выкупить, взять, получить, как дарственные и так далее. И все эти работы переживут своих авторов. Понятно, что и в лоскутном шите, как и в любом виде творчества, есть, ну, как и в музыке, есть классика, есть джаз, а есть попса, как я называю. Точно так же и цель нашего фестиваля – показать именно лучшие образцы лоскутного шития, которые мы называем шедеврами. Не каждое лоскутное шитьё является шедевром, но то, что мы показываем, самые разные техники, самые, если вы знаете, что классика лоскутного шитья – это треугольнички, квадратики и полосочки. Из простых квадратиков, треугольничков создаётся гармоничное полотно. Потому что автор, когда ищет вариации соединения разных по форме, по фактуре, по цвету лоскутков ткани, он реально создаёт гармоничное полотно. И в этом креативность его мышления. Сейчас много говорим о развитии креативной индустрии, креативной экономики. И в первую очередь я говорю, что лоскутное шитьё – это как раз и есть пример развития креативного мышления. Креативность – это не только творчество, это как бы смекалка. Вот самое главное – это смекалка. Но вы как-то говорили, что индустриально хотите развивать, да, индустрию хотите развивать. Посмотрите, я говорю о том, что сейчас курс правительства направлен на развитие креативной экономики. Креативная – это значит творческой экономики. А креативная индустрия – это и есть часть экономики. Экономика, безусловно, это в первую очередь про деньги. И мы говорим о том, что мы должны поднимать престиж мастеров для того, чтобы они могли своим творчеством реально обеспечивать достойное себе несуществование, а достойную жизнь. И понятно, что поэтапно. Сначала у нас есть возможность показать лучшие работы на самой престижной выставке в Москве. Это выставка в Манеже или в гостином дворе рядом с Красной площадью. Размер выставочного зала гостиного двора составляет 16 тысяч квадратных метров. Это огромная площадка. Попасть на неё не так легко и просто. Вот в этом году у нас опять будет в июле, с 20 по 30 июля этого 23 года выставка нашего фестиваля. И каждый год к нам на фестиваль приезжает большая делегация из Якутии. По секрету, не по секрету, но честно скажу, что мы всегда стараемся представлять лучшие выставочные места на нашей огромной площадке. Потому что мы знаем, что для зрителей с одной стороны это новизна восприятия, а с другой стороны понимание аутентичности и особенностей вашего региона. Его можно понять именно через творчество, через красоту костюма. Через красоту костюма, согласна. Да. Уникальность. Вот то, что большинство работ выполнено вручную. И если в основном, в европейской части страны, шьют из хлопчатобумажных тканей, то особенность якутских работ – это шитьё из более плотных тканей, сукно, драб и шитьё из меха. Это работа серьёзная. И Анна Николаевна, думаю, расскажет о своих мастерицах, которые возрастные, да, Анна Николаевна? А шьют такие уникальные работы. Трудная работа, но очень красивая. У меня вот близка тоже боль Анны Николаевны, которая всегда обращается к молодым и говорит, учитесь, успейте научиться, пока мы живы, успейте перенять искусство. Я думаю, что ничего страшного, может быть, какие-то люди среднего возраста, потому что это искусство, оно будет существовать всегда, я в этом уверена. И сейчас такое... Но оно как народное же, да? Как народное. Оно, конечно, может быть, не будет жить так, каким оно было там в 19 веке, в 20... Оно, конечно, изменится, но это вот на кончиках пальцев передаётся, как передалось мне, допустим, от моей бабушки, которая была швеёй, а родители этим не занимались. И сейчас многие боятся, что с приходом искусственного интеллекта отомрёт ручное творчество, живые материалы. Я считаю, что ручному труду и рукоделию это не грозит, потому что это нетиражируемо, неповторяемо. У каждого мастера свой уникальный стиль, свой почерк. И сейчас такие материалы и такие технологии, и такой простор для фантазии, что есть вообще... Можно сделать всё, что угодно руками. Конечно. И вот очень многие почему-то... Мы говорим, да, что здесь мы все показали натуральное, да? Даже у нас машины застряли, мы его толкали, все толкали. И это был... Для многих это был праздник. Да, да, да. Да, вспоминали об этом, конечно. И потом вот где родился Максим Кирович, и там вот в большом балагане, юрте тоже был обед, да, накрыт на простых столах. Потому что, знаете как, есть такая вот тенденция, да, когда очень многие отправляются по Европе, а мы же действительно из окна автобуса смотрим, да, и нам показывают самое лучшее. И всем кажется, что в Европе все живут так, как будто все гуляют по улицам нарядные, да. Очень удивляются иногда, когда я говорю, что 73% хозяйства Франции, это сельское хозяйство. Вот это надо туда заходить, посмотреть, как виноград они вот дорожат, да, как сады они выращивают, как коровь ему ухаживает, да, чтобы это было много молока, да. Поэтому вот мы ничего не утаивали, ничего косметического мы не делали. Действительно, вот пожалуйста, наверное, Петр Васильевич больше и лучше расскажет об этом. Ну, мы хотели показать быт сельской местности, да. И вот по лошадей якутской породы, да, и мы рассказывали про Дугайдана, который, да, винокрового путешественника, который к столетию нашей республики, да, вот, поехал в Москву. На якутской лошади. Да, на якутской лошади. Да, Москвы где-то год и... Известная история. Шесть месяцев, если не ошибаюсь, да. Очень удивились, и оказывается, наша порода вообще отличается от пород российских. Ну, она выносливая, конечно, и, безусловно, и прихотливая, выносливая, да. И тяглая, да. И очень удивились тому, что оказывается, минус 50-60 можно огурцами занимать, тюльпаном вращивать. Да. А ушить-то можно вообще в любую погоду. А вот совпали ваши представления о Якутии? Вообще взгляд из Москвы на Якутию соответствует тому, что было представление, какое сейчас... Я уже четвёртый раз в Якутии. Я думаю, что этот вопрос переадресую Маше. Она первый раз. Да, да, да. У тебя больше довезло восприятие. Да, я уже говорила, что сколько ни смотри репортажей, документальных фильмов, я посмотрела вот накануне отъезда прекрасный фильм якутского режиссёра «Надо мной не садится солнце». Влюбилась бы в эту землю. Но, честно говоря, мне казалось, что якуты – это более суровые люди. А на самом деле, вот по темпераменту, это южные люди. Это зажигательные пляжи. Я думала, что это более монотонные. Сто раз видишь по телевизору репортажи, документальные фильмы. Еле двигаются, да? Да, да, но в тяжёлой одежде – это такие зажигательные танцы, это такие тёплые люди, такие душевные, открытые. Мы жили, вот я отвлекусь, когда искренне, мы жили в Улусе. Вы искренне об этом говорили? Я всегда, как строят, как смотрят, как построен второй этаж, как вот там открытый сеновал на втором этаже. Как баня. Как баня. И у меня провалилась стелька в щель пола. И, значит, я думаю, хозяин, ну как я без стельки поеду? И я думаю, ой, сейчас там холодно, на улице мороз. И там тепло. Я, значит, к нашему. Илья, как вы строите, как? Он говорит, там монолит. Я говорю, покажите мне. Он говорит, зачем вам в этом? Я говорю, мне интересно, как. Ну, тем более, как архитектор. Да, как у вас делал обычный дом? И он с такой теплотой тоже приходил. А вам кошечка не нужна? Хотите, кошечку возьмите, чтобы. Реальная жизнь. Реальная жизнь. И вот, наверное, природа и какой-то необыкновенный свет, который делает белизна снега. Я сама живу за городом. Ну, хорошо, что вы тепло приехали когда еще. Вот у нас зимой было действительно очень холодно. Ну, мы вчера были на летних столбах. Было минус 30. Но нам эксперименции было достаточно вчера. Так, сейчас мы прервемся на рекламу. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу. И через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И сегодня тема нашего разговора – фестиваль, международная выставка лоскутного шитья «Душа России». Телефоны прямого эфира 32-00-66, 32-11-66 во время прямого эфира. Дорогие друзья, вы можете присоединиться и задать интересующие вопросы гостям студии. Кроме того, что вот международная выставка, фестиваль, кроме этого у вас еще много было встречи, да? Да, действительно. Вот мы охватили не только, допустим, мастеристы, которые шьют, но и учебные заведения, школы. Нам очень благодарны, например, преподаватели школ, потому что детям, когда надо заложить все это прекрасное детство, потом в Якустском индустриальном педагогическом колледже были, где учатся вот как раз будущие наши продолжатели нашего дела, да? Потом очень интересно, все были в восторге и очень были заинтересованы лекцией, даже попросили лекцией, вот, которые читает Римма Абыбина, «Креативное творчество». Оно проходило и в университете кафедры культурологии, за что мы очень благодарны доктору филологических наук, заведующей кафедрой культурологии Людмиле Степановне Ефимовне, которая с нами очень плотно сотрудничает, она является у нас научным руководителем. И у нас мастер-классы проводили с якустской стороны Ульяна Миронова, заслуженный работник культуры, и с московской стороны руководила Наташа, Наталья Бадянова. Да, тоже. Музыка очень кстати, она адекватна по сюжету того, что вы рассказываете, как аплодисменты зрителей за то, что реально было. Действительно, мы в таком восторге не только от того, что мы сами проводили мастер-классы, а от того, что наши мастера, которые приехали со всей страны, получили мастер-классы от якутских мастеров. Это было настолько интересно, мы много чего нового узнали, мы показывали свои секреты, с нами делились и якутские мастерицы своими секретами. Да, в том числе работа с мехом, мало кому известно, как работать с мехом. С бисером. С бисером, с укном, очень большим интересом. Все в восторге и жаждут ещё учиться, учиться у мастеров. Это, наверное, то, что создаёт, почему люди ездят на фестивали, это как болезнь, кто первый раз, девочки, теперь мы всегда будем с вами ездить, потому что это действительно дружная компания и удивительная тёплая атмосфера, и приём, и знакомство с людьми по всему миру. Очень здорово. Вот выставка, которую мы сюда привезли, она побывала во многих странах и городах. Вот я хочу сказать, что почти многие работы представлены здесь. В декабре были в Тюмени, в феврале они были в Мурнске, сейчас они в Якутии. В октябре мы везём огромную выставку в Архангельск, а за последние, наверное, 7 лет выставка побывала в таких странах, как Япония, Китай, Корея, Франция, Люксембург, Мексика. В Хьюстон. Да, дважды мы показывали выставку в Хьюстоне, в Корее мы показывали выставку. Хочу, кстати, сказать, как бы для сравнения, что такое, что лоскутное шитьё, или его называют квилтинг в Америке, в Европе чаще его называют петчфорг, как будто разные термины. Так вот, насколько оно популярно, несколько примеров вам приведу. В Хьюстоне, США, фестиваль проходит больше 55 лет подряд на площадке эквивалентной 9 футбольных полей. Можете себе представить. И весь мир туда съезжается. А в Токио, куда мы, кстати, ездили с якутской делегацией, в Токио, в центре, на большом, огромнейшем стадионе проходит тоже вот этот фестиваль. Он называется Great Tokyo Quilt Festival. Так вот, туда, в день открытия, чтобы только войти, надо простоять в очереди больше часа. Только чтобы войти. И на открытие этого фестиваля приезжают члены императорской семьи и дипломаты практически всех посольств, которые находятся в Токио. Это вопрос отношения и поддержки народного творчества реальных мастеров и народа, в первую очередь. И именно поэтому мы вот задумали наш фестиваль «Душа России». Потому что у нас, кстати говоря, очень долго мы продвигали. Как-то не нравился людям термин «лоскутное шитьё». Казалось, что это такое немножко что-то очень-очень простое. Мы вот с Анной Николаевной немножко спорим по этому поводу. Она говорит, нужно какое-то новое термин. Мы много его придумывали. Есть термин там «арт-текстиль», «лоскутная мозаика». Но мы говорим о том, что это всё-таки народный, исконный термин, всё-таки «лоскутное шитьё». И задача наша – поднять престиж именно этого термина. Да, даже были пьяни в Сочи, скажите. Да, в Сочи в 2014 году символом Олимпиады было «лоскутное одеяло», если вы помните. А вот, знаете, мы, например, в 2021 году проводили, когда выставку в Центральном манеже, рядом с Красной площадью в Москве, то у нас выставка называлась «Шедевр лоскутного шитья. Искусство, которого вы не знали». И, кстати говоря, это термин многих поддел. Очень много было новых людей, которые, знаете, они как сарафанное радио. Человек, который побывал хоть однажды, обязательно расскажет другим. Основной поток посетителей у нас приходит по сарафанному радио. Очень трудно на картинке показать уникальность. Его работу надо рассматривать под разным углом зрения, под разным освещением. Всё-таки, когда мы показываем плоскостную картинку, она плоская, а работа, она живая. Она иногда... Вот есть такая техника, лепачиха называется. Это архангельская техника, когда... Лепак в архангельской области назывался лоскуток. И когда нашивается много-много... Лоскутки причём не режутся, отрываются. На выставке у нас есть эти работы. Кстати, хочу сказать, успейте до завтра. Завтра, 26 часов, 16 часов, в дворце... Как его называют? Дворец культуры имени Гагарина. Очень было сложно с площадкой, да, потому что... Ну, там, действительно, там большие площади. И площади очень большие были в новом дворце культуры в Нанцах, потому что туда поместилось где-то 50 работ. Они большие, размеры работы очень большие. Я вот хотела бы добавить, что у нас в республике около 100 человек переняли вот в этом фестивале, да. И география очень широкая, обширная. От Устьянского улуса, Среднеколымского, Северного улуса, Верхоянского, да, до Южных улусов. И центральные тем более, да. Вот Татинские, Чуропчинские, Хангалаские сколько, да. Вот Намские сколько, Кобяйские. Из самых таких дальних улусов, Сунтарские, что вот очень красивые работы тоже поступали. Поэтому Верхоневлюйский, Нюрбинский улус. Вот на днях мы тоже едем в Москву и Санкт-Петербург, поэтому вот охват очень хороший. И поэтому туда вовлекается очень большое количество мастеристов из нашей республики. И потому они у нас не просто так, да, четвертый раз. Поэтому и кино снимали у нас. Да, мы снимали кино, приезжали специально. И про кино, да. Вот, допустим, у нас оператором был Семен Аманатов. Об этом тоже обязательно надо говорить. Потому что они вот, они предварительно отправляют, да, свои вот предложения. Вот нам вот именно только этот оператор нужен. Именно только Тагандархан мы хотим посмотреть. И вот сегодня у нас будет просмотр фильма как раз в рамках фестиваля Тагандархана и встреча очень таким уже российским кинорежиссёром Никитой Оржаковым, чем мы очень гордимся. Потому что если этот фильм они посмотрят, они посмотрят и географию, и климат, и всё вот это, виды, всё это. Историю, природу, историю, одежду, всё это, пожалуйста. Я, да, я во всех регионах, я познаю культуру страны через одежду традиционную. И вот я, Анна Николаевна, замучила, что я хочу видеть традиционную шубу. Ну вот костюмы Анны Николаевны в национальном художественном музее. Да, и сегодня лекции замечательные, удивительные. Да, шикарные. Вот Егорова Мария, которая шубу показывала. Да. Горностаевая. Горностаевую шубу, да, на выставке. Головной убор, оригинальный крой такой. Мне кажется, такое неисчерпаемое вдохновение. И что-то может родиться на стыке культур, так же, как якутский костюм родился на взаимодействии материалов и культур. И мы, надо сказать, на мастер-классе, было несколько мастер-классов по традиционному архангельскому двустороннему одеялу. Девочки шили, и часть блоков, вот такие маленькие блоки, 9 на 9 сантиметров, часть шили, все участники делегации шили блоки. И начали с мастерицами на разных мастер-классах на шиле, и они сшиваются друг с другом. И будет одеяло, я не знаю, какой размер, наверное, 2 на 2. Я сегодня увидела, там уже много волны продолжим. Мы хотим, знаете, на нашем фестивале, который будет в гостиной дворе, показать, у нас будет целая выставка, посвященная нашей поездке сейчас в Якутию. Во-первых, с нами приехала Елена Алексеева, это очень известный блогер. Ну вот сейчас как раз показывают эмблему нашей выставки. Я считаю, вообще все мастера, которые сейчас у нас в группе, они ещё и блогеры, они практически все ведут страницы в социальных сетях и пишут о нашей поездке. Это ваши работы, да, Мария? Нет, это не мои. Это ваши работы. Это ваши, да, это в Якутске, это меховая, да. В Среднеколумбске как раз посвященная работа открытию выставки с Японией. Там японский национальный костюм, и это верхоневолюзский и якутский национальный костюм. Работа вот Мироновой группы. Вот в Верхоневолюзске это песня Ланхо. Очень большая она, 2,5 на метр 80 работа. Ну вот уже это работа наших гостей. Ну это, кстати, работа из проекта «Лоскутное поле», который мы создаём. Да, про поле. Собираем больше тысячи работ. Так как наш фестиваль зародился в 15-м году в Суздале, а в Суздале в 24-м году исполнится тысячелетие. И вот мы в течение этих 10 лет собираем тысяча. Мы должны собрать, практически уже собрали тысячи работ размером метр на метр, которые выкладываются на большом огромном поле в шахматном порядке. По этому поле можно гулять. Это такой подарок старинному городу Суздале. В следующем году, в 24-м году мы его покажем. То есть фестиваль всё время придумывает какие-то проекты, в которые вовлекают всё больше и больше участников. Конечно же, наша задача – это вовлекать молодёжь. Понятно, что за ними будущее. И надежда, что сохранится наше творчество, наше искусство. Мы постоянно придумываем какие-то новые вариации. Кстати, знаете, мы сейчас придумали интересный проект. Он называется «Заплатка как арт-объект». У нас на сайте можно про него прочитать. Это специальная такая техника. Это даже не техника, это идея. Ну, в Японии это Сашико. Ну, с Сашико здесь можно... Мы пытаемся вовлечь молодёжь всей нашей страны. Я надеюсь, что благодаря вашей передаче мы сможем вовлечь их как можно больше. Найти условия этого конкурса. Он очень простой. То есть надо найти любимую свою вещь. Чаще всего это джинсы у молодёжи с дырками. Да? Либо какую-то курточку. Либо это какая-то сумка, может быть, которая с дыркой. Надо сфотографировать эту дырку. Потом надо сфотографировать процесс, как ты что-то там делаешь. Потом ты должен одеть либо эту курточку джинс и сфотографировать себя в арт-объекте, который ты уже создал. И на нашем сайте создаётся личный кабинет. Это всё очень просто. И загружает сюда работы. Потом мы методом жюри отсматривают работы. Мы публикуем их на специальном сайте, куда привлекаем всех наших зрителей, чтобы оценить лучшие и выявить лучших. Для участников это возможность себя проявить, показать, заявить о себе. Может быть, это будущее, известные дизайнеры будут. Начнут с того, что просто поучаствуют в нашем конкурсе и оформят красивый заплату. Самое важное, что можно участвовать вместе с мамой, с бабушкой. И тогда на фотографиях... Детьми. С детьми, семьей. Заплату можно делать вся семья. Главное, чтобы на фотографии были отображены все, кто участвовал в этом проекте. И фотографии, все описания на сайте легко у нас найти. Если вы не запомните название сайта, то в интернете забивайте фестиваль «Душа России». И автоматически попадут. У нас очень много конкурсов. Можно любые работы любого размера. Принимайте участие. И скажу по секрету, очень лояльно относимся. Практически все работы принимаются с открытым сердцем. Так что, если есть желание, добро пожаловать. Все рады. Если кто-то примет участие, все будут счастливы. Пользуясь такой возможностью, я хочу поблагодарить всех работников домов культуры, которые нас встречали в специальной церемонии. Все национальные костюмы. Пусть это Хатагарынский, пусть это Хатарыкский, это Хамагатинский, это дворец культуры в центре. Потом на ленских столбах кангалайские мастерства. Это Ситим, это из Качакатцев. Все накрывали столы прямо как царские. Потому что на ленских столбах, откуда это? Там будет обед горячий с этим супом, со всеми делами. Поэтому мы от всей души очень благодарны, я хочу выразить ваши. Это действительно мы благодарны, потому что фестиваль – это не только выставка. Это вот это общение, поездки, обмен опытом. А главное – вот эта народная дипломатия, как мы говорим, между людьми. Дружба между народами зарождается в первую очередь не на митингах, не на каких-то совещаниях, а на общении реальных людей. Да, совершенно верно. И вот Министерство по внешним связям, который постоянно нас курировал. Ну, в общем, Петр Васильевич, вы, пожалуйста, продолжайте. Так, ну, я тоже воспользуюсь случаем. Хотел бы благодарить организаторов, которые принимали участие в фестивале «Душа России». И пользуюсь случаем ваш, коллега, и жители республики тоже. Хотел бы поздравить с наступающим днём работников культуры. Да, мы сегодня выходим, это всё отдельно с наступающим культурой. Всем пожелать творческих полётов, чтобы были благодарны зрители, население было благодарным их работами. И всем творческий полёт. Спасибо. У нас вот три минуты до конца эфира осталось. Вот что хотите сказать? А может быть, есть вопросы у зрителей? Вопросы, вопросы, видимо, нет. Никто не позволил, видимо, задумывается. Дорогие друзья, дорогие наши земляки, успевайте посетить выставку. Вы потом знаете как. Очень жалко будет, если вы не увидите, потому что там детьми надо подходить. Дело в том, что эта выставка, вот как Римма говорила, она объездила весь мир. Это лучшая работа мирового значения, мирового культурного наследия. Пожалуйста, вот Дворце культуры Гагарина проходит, там, вот, завтра оно закрывается, завтра будет работать до трёх часов. До четырёх. До четырёх. Приходите, всех ждём. Добро пожаловать. Да, нам будет приятно. Оставляйте свои отзывы, заходите к нам на сайт. И мне кажется, что вдохновляйте своих детей. В первую очередь, когда вы что-то сами шьёте, привлекайте малышей, пришить пугочку, пришить бисеринку. Это обязательно останется в памяти ребёнка. И даже если там во взрослые, в этапе взросления, там, школы, институты, будет некогда этим заниматься. Или всё равно это зерно, попавшее на плодородную почву, обязательно оно прорастёт. Обязательно придёт возраст, когда человек вспомнит, чему его учила бабушка, мама. И ещё вот сегодня говорила, возьмите диктофон, запишите интервью со своей мамой или бабушкой. Придёт время, когда у вас возникнут вопросы, а некого будет спросить. Спросите её от возраста. Да, пока, да. Это серьёзные такие проекты, которые обязательно... Вот у нас, кстати, на сайте есть раздел «Проект с бабушками». И мы вспоминаем о своих... Мастера со всей страны вспоминают о своих родителях. Это на сайте очень интересная история. Вообще сейчас, знаете, важно... Есть такие понятия тренда современности, куда идёт развитие. И вот один из трендов, когда мы рассказываем истории о себе, о своей семье, это сейчас востребовано. Это вызывает больше интерес, когда человек рассказывает лично о себе. Дорогие друзья, наш эфир подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Большое спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова